Глеб был простым парнем с обычной судьбой. Он вырос в детском доме, не зная родных и близких, но не зачерствел душой, не стал озлобленным на весь мир за все тяготы и лишения, выпавшие на его долю. Как-то раз, еще в детстве, Глеб стал свидетелем несчастного случая. Человеку, который пострадал в этот момент, естественно, помогли. Приехала скорая, мужчине оказали первую помощь и отвезли в больницу. Все закончилось хорошо, а вот маленький Глеб не мог оторвать взгляд от врачей, как они быстро и слаженно работали. Это было просто чудо, и люди в белых халатах были для него просто волшебниками. Так казалось маленькому мальчику. В этот самый момент Глеб уже твердо решил, кем он будет, когда вырастет. Он будет врачом, он будет спасателем человеческих жизней. Свою мечту мальчик пронес через все детство и юность. Он отлично учился в школе, окончил ее с медалью и с первого раза поступил в медицинский институт. Годы учебы в институте парень усиленно постигал все тонкости своей будущей профессии и потом многие годы посвятил служению людям. Глеб Андреевич был первоклассным хирургом. За свою карьеру врача он спас столько жизней, что уже сбился со счета. Он не потерял ни одного пациента, у него не было, как говорят врачи, своего кладбища до этого самого дня. Сегодня у него на операционном столе скончался пациент. И это был не просто пациент, а молодая красивая девушка, к тому же беременная. Глеб Андреевич в одночасье потерял сразу две жизни, и этот случай совершенно выбил его из колей. Он понимал, что этот случай был очень тяжелый. Он и его команда сделали все возможное и даже больше. Но даже все эти объяснения не утешали его. Он впал в депрессию. И если с этим состоянием, со временем и с помощью психологов ему все-таки удалось справиться, то оперировать он больше не мог, дрожали руки. Он не мог держать скальпель, не мог сделать ни одного надреза, рука уже потеряла былую твердость. Мужчина понимал, больше нельзя проводить операции, ведь может случиться страшное. Многие от такого слетают с катушек, уходят из профессии и спешат прожить оставшееся время для себя. А кто-то вообще уходит в запой. Но Глеб Андреевич не мог бросить все. Он был нужен, на него рассчитывали люди, их жизни зависели от его твердой руки. А твердой руки больше не было. Но и времени горевать или прожигать жизнь тоже не было. И он сделал свой выбор во второй раз, как тогда, в детстве. Я нужен, значит, я буду. Вылечусь любыми способами, вернусь в профессию, во что бы то ни стало. Глебу пришлось уволиться с работы для того, чтобы пройти полное обследование. Он никому не сказал, даже обследование делал в другом городе. Так прошло четыре месяца. Врачи не могли ничего сделать, проблема была в голове. Да и Глеб сам это прекрасно понимал. Пришлось взять перерыв. Он закрылся от всех, отключил телефон, иначе многое нужно будет объяснять. А это ни к чему сейчас. Глеб уехал в старый домик на берегу озера, который когда-то купил, надеясь на большую семью и детишек. Ему здесь очень нравилось, особенно по утрам, когда солнце только появляется из-за горизонта и начинает пускать свои предрассветные лучи. Он решил, что уединение и природа помогут ему справиться со стрессом и вернуться к привычной жизни. В один из дней перед закатом, сам не зная почему, он пошел прогуляться вглубь леса. Он просто шел, ни о чем не думая, слушал пение птиц, шелест деревьев, вдыхал запах травы. Да, хорошо на природе. Смотришь вокруг и понимаешь, здесь всегда будет жизнь. Она наполняла собой все, от травинки до могучих столетних деревьев. Седая, сморщенная старушка шла ему навстречу. Глеб еще удивился, откуда она взялась в деревне, вроде он раньше ее не встречал. Да и как в таком возрасте она преодолевает такие большие расстояния. Полная корзина целебных трав навела его на мысль. Видимо, это та самая знахарка, про которую говорят в деревне. Ему даже советовали обратиться к ней за помощью, но Глеб не особо верил в народную медицину. Ты спасаешь сотни жизней, а со своей не можешь справиться. Эх ты, герой, кто же тогда их всех спасет вместо тебя? Вдруг заговорила старушка, явно обращаясь к Глебу. Я знаю, что ты помощи не попросишь, поэтому сама тебе помогу. И старушка пристально посмотрела на мужчину. Он удивился, откуда бабушка все про него знает, откуда у нее столько знаний о нем. Но он слушал ее, как завороженный. Но я же не один такой. Врачей много, с моим уходом ничего не изменится. Больницы продолжают работать, грустно сказал Глеб. Пойдем со мной, есть для тебя первое задание на пути возвращения к новой жизни. Глеб очень удивился, но последовал за старушкой. В лесной избушке старой знахарки было тепло и уютно, пахло травами. На подстилке в углу сидел маленький серый волчонок. Вот, сказала старая травница, друга тебе нашла. И она показала пальцем на волчонка. Бери к себе, подлечи немного, раненый он, будет тебе верой и правдой служить. Зверобой его зовут. И это все, удивился мужчина. Но волчонка все-таки взял. Пока да. Время все расставит на свои места, загадочно сказала пожилая женщина. Так зверобой поселился в доме Глеба Андреевича. Почему я раньше не догадался завести себе друга? Подумал он. В заботах о маленьком больном животном время побежало еще быстрее. Глеб очень привязался к своему питомцу. Волк отвечал ему тем же. Он рос очень быстро и вскоре превратился в прекрасное здоровое животное, беззаветно преданное своему хозяину. Они часто ходили в лес любоваться природой, дышать свежим воздухом и наслаждаться жизнью. Как-то раз зверобой убежал от своего хозяина и долго не появлялся. Глеб кричал, звал друга, но тот вышел к хозяину только через час, бережно неся что-то в зубах. Маленькому лисенку требовалась срочная операция, и Глебу ничего не оставалось, как начать спасение бедного животного. Дома он разложил весь имеющийся у себя в запасе медицинский инструмент и взялся за дело. Сначала руки слегка дрожали, но вскоре уверенность вернулась, и он смог удачно завершить операцию. С тех пор так и повелось. Периодически зверобой приносил своему хозяину раненое животное из леса, а врач делал все, что положено для спасения. Теперь Глеб понял, каким образом старая травница помогла ему вновь обрести себя. Она подарила ему друга, а друг вернул ему веру в себя. Несколько дней прошли в раздумьях, и вскоре Глеб Андреевич вернулся к работе. Первый же день привезли пациентов после аварии. Только сложная операция, и тогда, возможно, они будут спасены. Рука Глеба Андреевича была тверда. Он сделал все как надо. Трое человек обрели второй шанс на жизнь. В этот момент хирург был счастлив. Как только он вышел из операционной, он опустился на стул и заплакал, пока его никто не видел. В этот же день мужчина вернулся домой в деревню. Он обнял волка, улыбнулся и сказал, «Спасибо тебе, зверобой. Значит, будем жить». Дорогие зрители, если вам понравилось это видео, то ставьте лайк и подписывайтесь на наш канал. До свидания.